снова добрый вечер или день здравствуйте и в этом видео у нас будет рубрика видосы по запросу а именно рассмотрение матричных принтеров то есть рассмотрение объяснения в контексте матричный принтер для себя для дома то есть что он может что он как бы не может что у него плохо что у него хорошо запрос этот назовем вот так получил я в комментариях меня спросили но и так что я решил снять на эту тему видео потому что матричные принтеры они как бы много показов мало рассказов на просторах по крайней мере youtube и поэтому я решил сейчас заполнить так сказать этот небольшой пробел и снять такой вот ликбез на тему матричных принтеров для себя для дома то есть если как бы вы хотите приобрести себе матричный принтер но вот как бы думаете какую-то определиться с какой технологией технологии печати в принципе существуют разные но не все они применимы для дома то есть бывают и термопринтеры термо трансферная печать срочно матричная печать бывают и 48 игольчатые матричные принтеры вот но эти технологии они не совсем так применимы для среднестатистического дома те технологии которые применимы для дома но это мне лично на ум приходят три это встроенные лазерные и матричные принтеры причем матричные не совсем такие популярные как я сказал поэтому собственно и делают эти всякие видео значит матричные принтеры да они бывают двух типов это игольчатые принтеры и срочные срочные принтеры это такие как бы большие устройства для предприятий дома я их не особо себе представляю в общем специфическая техника а такого плана их можно вполне себе поставить поэтому мы сегодня про них и поговорим значит что касается технологии печати то есть у нас так называемые представительницы древнейшей профессии игольчатый матричный принтер это представитель старейших технологий печати технологии принтеров вот то есть потому что принтеры тогда и другие были допустим пультовые пишущие машины вот эти вот к примеру вот ромашковые принтеры которые еще более специфичные еще более ископаемые а матричные принтеры этому в сравнении с ними более такая популярная технология поэтому собственно посмотрим на нее раз уж она нам так доступна вот если это не самый простой вид принтера матричный принтер то пожалуй один из самых простых хотя наверное действительно самый простой вот и сама как бы технологии изготовления принтеров она мало чем изменилась всех времен то есть они почти дошли до нас на первозданном виде вот производители производители раньше были разные это и бразердел и чпи и вот все кому не лен делали маточные принтеры а потом их популярность снизилась и выбор данный момент среди производителей ну такой же наверно как и в советское время среди мужских стрижек то есть какие там были молодежная насколько я знаю лыска с челочкой и слишком минутка с бензином и зажигалкой у как говорится вот так же и сейчас выборы производителей матричных принтеров подобного плана это у нас могут быть эпсон оки и менее популярные талии джаником и lexmark вот то есть ёпсон и оки это у нас наиболее популярные но я решился все-таки взять себе эпсон и дорисовать к нему две точечки ранее у меня конечно были контакты с матричными принтерами и это были производители эпсон и стар стар это один из старых то есть тогдашних производителей мне они в принципе не сильно понравились эти стар потому что ну в общем не понравились и мое это было эпсон у меня до этого был lq 300 плюс то есть это старого более старого образца эпсон так вот беленький беленько-серенький более такого матрично принтерного олдскульного дизайна квадратный а это у нас более такой вот уже новый представитель вот модель данного принтера lq 350 и вот эти вот модельные ряды они были у вебсона еще и ранее до этого но то есть lq 300 плюс это был принтер более старого образца fx были и lx вот и сейчас эти принтеры тоже сохранились в своем модельном ряде а сам модельный ряд он как бы модернизирован но незначительно изменил то есть по сравнению с тогдашними образцами у них увеличена скорость возможно там снежин шум дизайн как бы такой вот более современные округлый тут все это не угловатый как тогда вот но в целом матричный принтер как бы претерпели мало изменений с сравнению с тогдашними моментами и перейдем таки пожалуй непосредственно к самому принтеру рассмотрим что чего и как что он вообще может и как у ну как бы еще устроен в чем специфика обращения с ним откроем крышку вот и видим что видим как бы если если вы скажем так были знакомы со старыми моделями то увидите что здесь тоже не особо много изменений но в чем же все-таки были изменения в матричных принтерах это увеличилась скорость печати как я уже сказал вот и рассмотрим сначала сам принцип печати значит матричный принтер игольчатый матричный принтер имеет у себя вот так вот игольчатую головку ленту картридж с лентой то есть она здесь и так вот она проматывается проходит и и волки из пробивают ленту и наносят тем самым отпечаток на бумагу особенность этого отпечатка в том то есть это у нас импакт принтер импакт это контакт то есть контактный принтер грубо говоря и нанося печать на лист бумаги вот этими своими иголками и чернилами но это получается то же самое что и татуировка на бумагу это у нас получается надежная такая но татуированная печать которую там просто так не уничтожишь не поделаешь не смоешь вот и если у нас какая-то такая особая бумага с которой например могут отпасть буквы при лазерной печати то в этом случае такого не случится потому что как я уже сказал это у нас надежная такая несмываемая печать несмываемая печать наш устройство перейдем же все-таки к самому устройству непосредственно матричного принтера то все вокруг да около вот то мы увидим что устроен он очень просто состоит он в принципе из блока питания который находится в данной модели сзади вот здесь вот контроллера который отвечает то есть мозг принтера голова принтера он находится вот в данной модели спереди ну и соответственно самого блока печати который у нас находится вот здесь вот мы здесь видим тут у нас лампочки говорят потому что шаговые двигатели могут производить энергию и вот если мы двигаем допустим головку то у нас мигают лампочки вот значит печатный блок матричного принтера состоит тут из ленты которые у принтеров оке допустим на головке небольшой картридж такой здесь это такой вот общий картридж картридж с лентой головка с иголками и бумага опорный вал на котором собственно и находится бумага вот данным принтером можно печатать как на простой бумаге так и на более толстых носителях как например конверты формуляры какие-нибудь вот и для того чтобы печать была как бы наиболее оптимальной позиция головки регулируется в данном случае вот этим рычажком то есть если мы тянем его на себя то головка отдаляется от листа если от себя то она к листу приближается для печати на обычном листе у нас минус 1-1 то есть минус 1 0 и 1 позиции выставляются для печати на более толстых носителей вроде каких-нибудь конвертов то у нас головка отдаляется и скорость печати при этом падает то есть чтобы так вот это все пропечатать требуется больше времени чем когда мы печатаем на отдельном как бы листе вот устройство в принципе такой же как у пишущей машины можно сказать это очень схожие технологии правда с учетом того что матришный принтер может печатать разную информацию и картинки в том числе правда очень плохо вот и посмотрим на то какую бумагу с ним использовать данный вид принтеров это у нас техника которая наиболее все таки используется на предприятиях нежели дома а на предприятиях у нас имеется либо так называемую вальцованная бумага то есть у которой дырочки справа слева и она у таких принтеров вставляется в трактор то есть сзади вот это вот мы устройство видим податчик такой бумаги это он называется трактор который понятное дело не только на этом принтере имеется и на других вот и он данным принтере снимается как и также на других есть конечно другие варианты у которых снизу или спереди вставляется эта бумага ну у данной модели он у нас находится сзади вот потом у нас такой блок есть это у нас вывод бумаги которые мы пожалуй ставим сейчас вот обратно так ну встал вот и поставим обратно как лишь то есть мы вставляем сюда картридж продеваем ленту в головку куда надо и крутим вот эту ручку чтобы лента натянулась и все стало как надо значит какой момент о данных принтеров более таких вот красных то есть мы видим до головка у нас металлическая с ребрами наклейка о том что она у нас горячая и в чем собственно прикол ставим принтер они печатали медленнее новые принтеры печатают быстрее но за счет этого у них такой небольшой недостаток иголка бьет по бумаге через ленту когда на электромагнитик поступает напряжение и таким образом уголка магнитится и вот много вот таких вот околог вот так вот бьют и формируют изображение буквы и символы там текст и печатают это на бумагу для того чтобы иголка быстрее вернулась на свое место и была готова для нового удара здесь нужно было более сильное отпружинивание более сильные магниты которые наиболее сильно понятное дело греются то есть таким образом у нас рождается повышение скорости стали принтер они медленнее печатали но там требовалось менее сильное отпружинивание иголок и поэтому магниты меньше грелись новых принтерах как я уже сказал скорость повыше но соответственно и греются данные печатной головки побольше что ведет собственно к перегреву печатной головки и для этого требуется время чтобы печатная головка остыла если у нас принтер закрыт так вот крышечкой здесь у нас поролончик так вот наклеен все хорошо шумоподавление но это у нас и закрытое пространство потому что да и в закрытом пространстве головка собственно больше перекрывается и нужно ждать пока он остынет так что я допустим когда печатаю большие какие-то документы то открываю принтер или вот таким образом снимаю вообще эту крышку вот касаемо модельных рядов качество печати и вот поговорим про качество печати у эпсонов конкретно это у нас имеются три таких вот модельных ряда наиболее распространенных это lx fx и lq чем больше игол в печатной головке тем качество выше у меня lq то есть как бы они какие f lx это 9 игл fx это два раза по 9 то есть 18 игл и lq это 24 у меня то есть lq 350 24 игольный принтер с наиболее высшим качеством печати это 360 на 360 dpi также 180 и 120 вот при повышении качество печати это все должно конечно более сильно припечатываться и для этого требуется больше времени так что чем у нас больше качества тем больше ему требуется времени для того чтобы он это напечатал чем меньше качество тем скорость быстрее но конечно качество падает вот и самый такой вот минус так сказать самые такие минусы матришных принтеров это в том что у них качество такой вот звук время печати и один по моему самый большой минус у них это то что бумагу нужно вставлять самому то есть у них нет такого-то податчика бумаги ну конечно есть но он стоит баснословных денег которые вот либо вот сюда вставляется либо у принтеров оки они сюда же вставляются там еще такой дополнительный кабель но он стоит очень дорого я даже не буду называть сколько вот так что удовольствоваться в большинстве случаев приходит такой базовой версии тут каждый раз вставлять этот вот лист бывает что вставляешь лист принтер это примет как будто бумага в нем есть а бумаги нету и он начинает печатать вот на вал тогда приходится отменять печать все это выключать сбрасывать обнулять в общем это не очень приятная история вот то есть такие вот как бы основные минусы это шум качество печати и хуже чем у лазерных и стройных шум качества печати время печати и то что бумагу нужно вставлять сюда самому вот мы поговорим таки вернемся снова к теме модельные ряды и посмотрим значит самая базовая версия это lx с девятиигольной головкой поскольку у него меньше игл то соответственно меньше перекрывается потому что там меньше электромагнитиков вот ну и качество печати у него самое хуёвое конечно и среди вот этих трех вот кажется 240 вот потом идет fx это дважды по девять игл то есть два раза быстрее чем девятиигольный принтер вот то есть это у нас такой вот скоростной lq это у нас самый качественный отпечаток 360 на 360 у него разрешение получается вот самый качественный отпечаток и вот он как бы вот у меня вот вот это у нас базовые версии то есть у нас lx там lq 350 бывают есть более прогрессивные то есть как более продвинутые версии можно погуглить если хотите это lq допустим 590 lq 2090 или вот 1350 lx 1350 это подобного дизайна но у него формата 3 и 9 игольная головка вот 9 игольная головка другие же lq допустим 590 это также принтера на 24 игольчатую головку но у нее у него повыше скорость печати будет и это как бы такая вот более продвинутая версия у которой трактор находится впереди если допустим нужна подача бумаги спереди то там трактор находится вот трактор спереди находится рассмотрим другую функцию матричных принтеров это весь как бы я сказал уже данные принтеры мало чем изменились своего времени и еще одна особенность которой у них осталось это для мсдосовской печати выбор вот встроенных шрифтов вот эти вот тегов всякие там расстояние там пич эти 10 и 12 и так далее вот это все вот эти вот функции они вот не нужны если вы просто хотите его подключить на обычный нормальный компьютер с киньим современным виндовсом все это эти функции вам не нужны это если у вас кем-нибудь старые там древние и каким-нибудь мсдосовские программы на предприятие что-нибудь тогда вот надо а так это можно в принципе игнорировать все вот эти вот параметры вот значит перейдем же непосредственно к самой печати на данном принтере то есть как он у нас печатает это мы включаем включаем наше простое устройство вот это вот и слышим такой вот характерный звук это краски звук шаговых двигателей их здесь два один из них за проворот вала другой из них за перемещение головки справа у такого вида принтеров есть ручечка но эту ручечку крутить нельзя когда принтер включен это даже стоит в инструкции третяну в принципе вообще и так понятно то есть когда мы выключим принтер это ручечку можно крутить то есть выключен мы спокойно свободно крутим ручечку и ничего не как потом включаем принтер у нас позиционирует головку и в этот момент ничего нельзя на нем перемещать головку это понятное дело и и вот тут ручечку она тоже уже сейчас ее так просто не прокрутишь только с усилием а усилие вот этого собственно делать не нужно усилие делать не нужно соответственно как же в него в сайт бумагу очень просто мы просто вставляем сверху бумагу здесь вот выставляем ширину вставляем бумагу и он у нас ее сам в себе к себе вставил вот если же мы хотим как-то переместить позицию бумаги то мы используем либо вот эту клавишу которая мелкими шажками перемещать бумагу либо стрелочку наверх которая выдает бумагу полностью из принтера и там уже ничего не находится сверху у нас имеется зубчатая линейка если мы допустим печатаем на рулоне бумаги то потом тут так вот оторвать можно и все вот ну если мы используем его для для печати на обычном формате а4 вот то попробуем посмотреть на качество изображений качества изображений на качество попробуем посмотреть изображений в различных трех параметрах установках это у нас как я уже сказал 360 180 и 120 и для этого мы сделаем вот логотип возьмем фотку самого принтера и попробуем послать его так вот в общем посмотрим для начала на самую высокое разрешение это у нас 360 на 180 dpi ok печать спринтер выдал у нас такой вот результат проб на печать и фотку самого себя но с этим заданием он справился очень плохо то есть поэтому для графики его лучше не использовать использовать его если каким-нибудь текст печатаете формулы или там какой-нибудь логотип вот здесь вот где-нибудь как небольшой такой изображен то тогда можно если вы что-то такое вот как вот это вот хотите печатать то тогда это далеко не ваш вариант попробуем посмотреть на печать то есть на фотографию это понятно фотографии этого самого принтера можно даже и не пытаться попробуем печать на 180 то есть это качество более низкой позиции средние точнее позиции и посмотрим как она выглядит разрешение 180 на 180 dpi и стартуем видим в принципе такой вот текст такой вот текст здесь у нас обычный жирный жирные подчеркнутые курсивные просто обычный курсивный текст ставим с ним роман размера 16 вот и напоследок самым низком качестве 120 на 180 5 так 120 на 180 5 и вот видим что у нас текст уже такой как бы более точечный получился то есть как бы вот это вот нашего 360 это у нас не это коллите качество максимально приближенная к пишущей машине более низкие параметры вроде то есть как бы не это коллите это у нас самое высокое качество потом 180 120 это среднее и качество 120 так 360 потому 180 и качество 120 на 120 dpi это у нас черновое качество черновое потому что это самая быстрая печать такая вот и самое наиболее низкое качество вот у других принтеров lq тоже в принципе такие же параметры но более как бы прогрессивного и менее базового lq 590 к примеру у него больше скорость как бы ну параметры в принципе те же самые и цена у него повыше цена у него повыше вот в целом к его плюсом что можно отнести к его плюсом это ну дешевизна печати по крайней мере относительно но в целом в принципе можно это назвать и дешевизной потому что картридж у него просто пластиковый держатель ленты ну и самое дорогое там получается в принципе бумага изнашивать ленту можно тоже насколько вы хотите то есть у вас не будет выскакивать никакого окна с надписью замените картридж и там мы истек печатные ресурсы все это то есть здесь вы можете хоть до скольки хоть до когда использовать имеющуюся уже у вас ленту второй плюс это простота причем простота как устройство так и обращение ну и третий плюс то что он неприхотлив к тому что в него вставлять потому что струйная допустим печать она далеко не на всем печатается лазерная печать это не на всех материалах возможно пленки там какие-нибудь хотя пленки это конечно другой уже разговор но лазерная печать она накрывает носитель и вот но здесь этого ничего нет то есть сюда можно хоть пленку хоть клеенку там хоть что засовывать в туалетную бумагу по мне так даже если все он возьмет все возьмет ну и еще один плюс это то что он импактный принтер и потом пробивает то что он печатает и можно печатать через копирку или двойные тройные там дают формуляра то есть здесь это все возможно или же если мы сюда засунем какую-нибудь платежку конвертик все это то он тоже вполне себе хорошо справиться с этой задачей и в отличие от лазерного принтера у него нет ввод там буквы они не приклеиваются или ничего и в отличие от струйного принтера он не запечаток он водоустойчивый получается такой то есть просто так его не выведешь он просто не выцветит вот энергопотребление у них небольшое такое небольшое небольшое подключение то есть как бы интерфейсы это у него вот у этого конкретно lpt и usb раньше были ну только lpt потом стали появляться usb и здесь у нас уже usb и lpt вот usb и lpt и lpt ну и соответственно подключение его к питанию куда же без него блок питания у него уже вот у более новых поколений это импульсный он у нас не тяжелый из-за этого то есть принтер сам по его получается полегче хотя вот у оки у оков допустим укусов да у них еще трансформаторы стоят насколько я знаю вот да и старый принтер и к тому же такого типа они плохо контактируют с компьютерами если у вас какой-нибудь старый такой принтер и вы хотите на него его подключить кому-нибудь компьютеру современному то он ничего у вас из этого не получится также кстати и здесь имеется кнопка пауза я вот забыл либо то есть да это у нас пауза печати если на запустим печатаем какую-нибудь посылышную этикетку где нужно оторвать половину листа допустим это я делаю регулярно это мы видим то есть где сейчас принтер находится в плане печати и когда у нас он напечатать половину листа мы просто нажимаем эту кнопку паузу и в этот момент отрываем по наши зубчатой линейки лист или же принтер можно заблокировать если там и нажимаем ночью вот у нас мигает это у нас принтер заблокированный чтобы его разблокировать мы снова нажимаем эту кнопочку но вот это вот это у нас менюшки и ресеты вот эти все это вот то есть это можно зайти в меню принтера там калибровка головки языковые там на сроке шрифтовые все это но это в принципе ничего не надо если вы используете принтер просто с компьютером вот что же касаемо этого шрифтового режима то он печатает шрифтом то есть сразу дрифт и вот эти роман на курсив престиж все это но это ну да он конечно быстро печатать особенно если у вас fx 18-игольчатый то он печатает очень быстро вот этими шрифтами но это вы все тоже можете забыть потому что согласно как бы заверением одного из как бы моих знакомых экспертов в области матыша принтеров да алексей панин небезызвестный но не тот который любит собак то другой вот он говорит что как бы сказал мне что когда вы печатаете даже текстом сворда какой-нибудь этого и чего-то то это принтер все получать в графическом режиме поэтому так ну он прервал видео и забыл опять о чем а да шрифты значит в графическом режиме все это принтер получает и он печатает все это медленнее чем вот своими вот этими запрограммированными шрифтами вот запрограммированными шрифтами до медленнее печатает но новые поколения печатают уже быстрее чем старые в принципе скорость печати у них такая нормальная чтобы как бы избежать шумовой завесы я сейчас не буду стартовать на нем снова печать а печать на этом принтере вы можете посмотреть в других видео на моем канале вот ну на том вроде достаточно как бы пытать слушателя моими нудными рассказами так что на том я пожалуй прекращу запись пока